МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день миллионы людей прикалывают к одежде красную ленту как символ скорби и сочувствия жертвам этой страшной болезни, не имеющей границ. Несмотря на неоднократные попытки создания новых вакцин против СПИДа, сегодня лекарственные средства лишь замедляют процесс течения болезни. Полного выздоровления не приносит ни одно из них. Итак, День памяти жертв СПИД стал сегодня поводом для нашей встречи в студии. Знакомьтесь, пожалуйста, сегодня у нас в гостях. Ирина Карпова, заместитель главного врача Самарского СПИД-центра по организационно-методической работе. И Александр Муравец, главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики. Добрый день. Вы знаете, сложно, мне кажется, поверить, что о СПИДе мы узнали всего лишь 30 лет назад. Все-таки когда и при каких обстоятельствах медики узнали о существовании нового вируса? Потому что есть до сих пор споры, то ли это Америка, то ли это Конго, то ли это что-то еще. Ну, когда медики заподозрили, это было, конечно, задолго до того, как мы в нашей стране об этом узнали. Просто в разных, так сказать, странах описали случаи заболевания нетипичной пневмонии пациентов, которые могли бы быть вызваны после облучения, допустим, после химиотерапии. А получилось, что категория как бы неподходящая. То есть люди без лейкоза, без всего заболели такой пневмонией. Стали, так сказать, исследовать этот вопрос, что же это такое. Ну и, в принципе, как бы закралось подозрение, что все-таки это инфекционная составляющая и какой-то новый вирус вызывает вот это состояние. Это было, Александр Владимирович, 70-е годы. А вообще-то есть предположение, что, в принципе-то, еще с начала 20 века вообще уже, так сказать, этот вирус циркулировал вообще в человеческой среде. Потому что изначально вроде бы как был вирус иммунодефицита обезьян, который при контакте профессиональным каком-то, так сказать, ну, людей с обезьянами трансформировался в конечном итоге в вирус иммунодефицита человека. Ну, это произошло, конечно, на африканском континенте изначально. Да, ну и потом, так сказать, вот он расцвел по всему земному шару. Я до сих пор не уверена в том, произошли ли мы от обезьян, но вирус-то все-таки мы от приматов приобрели, или они в этом не виноваты? Ну, вопрос вины, наверное, я бы так не ставил прямо, потому что, безусловно, есть генетическое сходство вируса иммунодефицита человека и вируса мартышек. Но надо принимать внимание, что микроорганизмы эволюционируют намного быстрее, чем, например, мы, или растения, животные. И поэтому совершенно естественным путем вирус мог измениться и приобрести свои патогенные для человека свойства. То есть какую-то здесь злую волю я бы, наверное, не предполагал. И еще вот интересный факт, который я хотел бы дополнить, может быть, по первому вопросу. На самом деле интересную роль в открытии вируса ВИЧ сыграли американские страховые компании, потому что именно они во Флориде в начале 80-х отметили резкое увеличение расходов на антибиотики, которые люди получали по своим полисам добровольного медицинского страхования. Начав анализ, они были, прямо, надо сказать, шокированы, потому что они увидели, что эти расходы по антибиотикам возникают по очень странной однородной группе, и они не могли понять, что еще общее. Это все были мужчины. Мужчины обеспеченные, мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации и умирали от пневмонии, которая не поддавалась никим антибиотикам. Антибиотики меняли по рядам, поэтому вот это была статья, которая подскочила. И поэтому было первое неудачное название ВИЧ-инфекции как геоассоциированный иммунодефицит. И вот долго прокручивая эту первую группу, там несколько десятков человек, вышли, наконец, на вирус ВИЧ. То есть хорошо, что они тревогу забили, потому что выплаты были решены. Они посчитали деньги, да. У них пошел расход на молодых мужчин, они напряглись, это было странно. Удивительный факт. Да, да. Согласно статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет сегодня более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита. Я думаю, очень точно здесь вряд ли кто-то сможет подсчитать. Но на самом деле цифра такая пугающая. И более того, она ежедневно увеличивается на 14-15 тысяч, если статистики, опять-таки, не обманывают. Сколько человек в год умирает в России? И, естественно, что у нас по Самарской области, какие цифры? Ну, в России вот на сегодняшний день, во-первых, как бы разница есть в статистических данных тоже, да. Есть статистика, как бы, там, научно-технического центра, да. Есть статистика Минздрава России, да. Немножечко разные подходы к учету, поэтому есть разница в статистике. Ну, вот по данным Минздрава, если то, на 1 января 2016 года 729, по-моему, тысяч ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации, да, зарегистрировано. А за годы учета статистического около 200 тысяч умерло в Российской Федерации. ВИЧ-инфицированных в Самарской области на сегодняшний день за все время зарегистрировано более 60 тысяч. На сегодняшний день, вот если взять Самарскую губернию, сколько мы считаем, что людей-носителей живы и, так сказать, ходят с вирусом, это около 35 тысяч человек. То есть это, в принципе, больше 1% населения. Это можно пощупать очень просто, что каждый сотый носитель вируса. А если реально посмотреть те возраста, полувозрастные группы, которые наиболее поражены, то есть это мужчины, молодые, среднего возраста 15-35, то там, конечно, это далеко, за 1% будет. А каковы основные причины смерти? Вот от чего именно? Почему люди умирают? Есть так называемые ВИЧ-ассоциированные, скажем, заболевания, да, и маркеры СПИДа, так сказать, да. То есть чаще всего причина смерти, когда мы считаем, что это ВИЧ-инфекция, ну, так сказать, по принятым стандартам, очень много. Это туберкулез, сочетание ВИЧ-инфекции с туберкулезом. Это абсолютное, как большинство. Это есть пневмоцистная пневмония, это есть энцефалиты, так сказать, которые ВИЧ-ассоциированные тоже. То есть вот ВИЧ-инфекция вот такая, это опухоли, онкологические заболевания, ВИЧ-ассоциированные, это преимущество поражения лимфоидной ткани, это тоже считается там маркером ВИЧ-инфекции. И даже как бы, как бы обыкновенные пневмонии, да, но чаще все-таки всего это туберкулез. И легочный, и внелегочный туберкулез диссеминированный, миллиардный, в общем. Входит ли в эту статистику люди, погибающие от того, что побоялись, не пришли, вовремя не начали лечение, скрывали и так далее? В этом-то вся и проблема, что если вовремя обратиться за медицинской помощью, то как раз можно жить обыкновенную жизнь среднестатистического гражданина. То есть это ведь не как поет Земфира, у меня спит, а значит мы умрем. Это и более того, когда мы говорим именно о спит-ассоциированных заболеваниях, то возможно одно из главных, а может быть главная причина назначения, цель точнее назначения АРВ-терапии, это как раз не допустить развития спит-ассоциированных заболеваний. И это совершенно возможно, это достижимая цель. То есть если человек получает АРВ-терапию и он ей привержен, вирусная нагрузка у этого человека становится очень низкой, а иногда неопределяемой. Уровень иммунной защиты, его близок к уровню иммунной защиты обычного человека, и эти заболевания не развиваются. А ведь сам по себе спит, не убивает только вот именно эти ассоциированные заболевания. Поэтому это и есть цель лечения, и она достижима. Ирина Викторовна, Вы говорили о том, что заболевание коснулось многих известных людей, именно в общем-то на слуху. Ну вот, например, в результате спида умерли такие звезды, как звезда тенниса Артура Ше и вокалист группы Queen Фредди Меркьюри. Но ведь многие из них заразились в результате обычного переливания крови, а не только из-за своего какого-то рискованного поведения. Вот такова судьба писателя-фантаста Айзека Азимова. Да, да, да. Этот фактор, он действительно реальный. И если в те времена, как раз когда еще было мало известно о заболевании, ну, госпитальный путь, скажем, такой заражения был действительно актуален. Кроме того, что рискованное поведение, это там внутривенное потребление наркотиков, секс незащищенный, да, там особенно, так сказать, однополый. Вот. А если, так сказать, брать категории людей, которые не подвержены этому, это был, конечно, госпитальный механизм заражения. Это действительно писателю-фантасту это занесли вирус во время переливания, то есть с перелитой кровью оперирован был по поводу, там, патологии на сердце, да, и выявлено случайно. А когда он готовился к следующей операции, и в плане предоперационного обследования у него обнаружен был вирус. Почему вот этот вот день, я считаю, актуален? Вспомнить о том, что может пострадать совершенно неповинный человек, ни в чем невинный, ни в рискованном поведении. Потому что там где-то человек сам выбор осуществляет, да, например, делать наркотики или не делать, вводить, не вводить, да. Да, кстати, пользоваться услугами коммерческих работников, да, сексуальных, не пользоваться. Это вот выбор все-таки осознанный делается. А когда совершенно люди пришли в лечебное учреждение, да, и вот это вот все получилось. Об этом нужно говорить, и при этом, смотрите, существует разного рода фобии. От полной беспечности, да, что мне ничего не грозит, до фобии совершенно обратной, когда человек боится обращаться в любую клинику, в больницу и так далее. И вот я сейчас хочу ложку меда, наверное, что ли, внести в эту тему. Давайте мы посмотрим сюжет, снятый в вашем центре. Это как раз к вопросу о безопасности. В 1988 году в Элисте было зарегистрировано массовое заражение ВИЧ-инфекцией 75 детей и 4-х взрослых. К этому привела халатность медперсонала больницы и использование нестерильных шприцев. Сегодня профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, уделяют огромное внимание. Ну, хорошо. Подержи мне пальчиком. Подержи мне сладко. И дети, и остальные пациенты Самарского спид-центра надежно защищены. Любую инфекцию здесь встречают во всеоружии. Каждый шаг предполагает многоступенчатую защиту от любого заражения. Наш центр, как и все лечебные учреждения Самарской области, уделяет большое внимание профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Потому что инфекционная безопасность – это безопасность не только пациента, это профилактика профессионального заражения на рабочих местах среди медицинского персонала нашего центра СПИД. Всем известно, что вирус иммунодефицита передается через кровь. Поэтому процедура забора крови в центре максимально безопасна. Вакуумная пробирка надежно защищает пациентов и персонал от контакта с биологической жидкостью. Для каждого сдающего кровь – отдельная игла, индивидуальный пакет со стерильным материалом. Сегодня в России нет прецедентов больничного заражения. Я соблюдаю все правила асептики и антисептики. Я за себя абсолютно спокойна. Все обрабатывается, что у нас все стерильное, у нас все одноразовое, даже не утилизируется все отходы. Любой пациент СПИД-центра должен быть уверен, что обращается не только за качественной, но и безопасной медицинской помощью. Все оборудование в кабинетах максимально стерильно. Для каждого пациента – индивидуальные инструменты и расходный материал. Гибкие элементы эндоскопа обрабатываются в специальной машине под контролем заданной программы. Для всех пациентов это одноразовые загубники, потом они утилизируются как отходы класса Б. Если есть необходимость забора какого-то биоптата, если не нравится участок слизистой желудка, то для этого форцепт одноразовый имеется в арсенале у доктора. И одноразовая стерильная баночка для того, чтобы, если есть необходимость, жидкость сюда для исследования поместить. Все использованные материалы в центре подвергаются измельчению и автоклавированию, после чего надежно утилизируются. Более того, даже уборка помещений проводится на специальном профессиональном оборудовании с использованием дезинфицирующих растворов. Применяется цветовое кодирование для обработки инвентаря в помещениях различного типа. Строго регламентируется площадь уборки помещений каждым видом материалов. Какие-то прецеденты по Самарской области были все-таки заражения? Были, были, но последний случай в 2003 году при донорстве, как раз при переливании крови, по-моему, всего три случая за все время наблюдения. И вот именно как бы связан с переливанием крови, это было в 2003 году, по-моему, последний раз. Вирус ВИЧ считается на сегодняшний день одним из самых изученных, если я не ошибаюсь, там, по-моему, более 200 тысяч статей этому посвящено и так далее. И более-менее все знают пути заражения, представляют каким-то образом себе. Почему же мы говорим о том, что это может коснуться всех, если человек не входит в группу риска, никогда не переливал кровь, то, в общем-то, вроде бы можно и жить спокойно? Здесь, наверное, все-таки необходимо сказать о том, что это, к сожалению, пока еще привлечение о том, что все и все знают. Живы еще и мифы, и стереотипы, и более того, и стигмы, и дискриминация. Они отсутствуют на государственном уровне, но они присутствуют в быту. И я вот здесь даже хотел привести пример. Мы много ругаем себя, хвалим обычно остальных. Драматический пример стигматизации в Соединенных Штатах, например, связанный именно с бытовыми мифами и стереотипами. Он связан с мальчиком, который тоже был совершенно не виноват в своем заражении, с Райаном Вайтом. Он был инфицирован при переливании крови, он страдал гемофилией. И вот этот ребенок, в начале 80-х это было, вот этот ребенок, он прошел буквально через все, через все виды стигмы. Его исключали из школы, по суду и благодаря позиции медицинских работников восстанавливали. После этого из школы уходили остальные ученики. Ученики и родители создавали школу с тем же названием, рядом, говоря, что ты будешь учиться один. Он получал индивидуальную посуду, он ел за отдельным столом, его вновь выгоняли. Он, была попытка его обучения дистанционного. То есть ребенок прошел практически через все. И на каком-то этапе, когда в окно их дома были уже совершены выстрелы, где-то здесь, на этом этапе общество, оно остановилось и оно протрезвело. И очень многое изменилось. Семья Вайтов переехала в другой город. Он был принят президентской четой неоднократно. Ну там, в общем-то, уже пошла несколько другая сторона жизни. Он стал таким представителем первым, одним из первых представителей сообщества. Был принят законопроект имени Райана Вайта. Там ему подарили машину, дом. Тем не менее, лечить ВИЧ-инфекцию на тот момент практически не умели. И все равно не даже в свое 18-летие мальчик умер. Но вот я хочу сказать, здесь мы видим то, как на самом деле действительно сложно преодолевается бытовая стигма и каким человеческим драмам она может приводить. И вот то же самое и здесь. Я бы не сказал, что люди хорошо знают, как можно и как нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией. И мы проводим регулярные образовательные мероприятия, проводим там иногда анкетирование. И мы видим, что у нас продолжают люди подозревать комаров, что возможно таким образом заразиться ВИЧ-инфекцией. Переоценивают очень сильно медицинский путь, хотя он существует, но практической роли практически не играет. Уже более 10 лет ни одного случая не было и, думаю, не будет. Недооценивают половой путь передачи инфекции. Так что тут еще учить и учить, образовывать и образовывать. Как все-таки мы противостоим распространению этого заболевания? Цифры такие серьезные, что вот больше и больше становится? Какие меры придут? Мы про Самарскую область можем сказать, что все-таки в Самарской области очень серьезные же меры предприняты, вот начиная буквально с 2013 года, да. С 2012 года была целевая программа разработана, ну, профилактика распространения ВИЧ-инфекции на территории Самарской области. Фактически с 2012 года как бы реализуется вот эта вот государственная программа, да. Ну, она была областная, целевая, сейчас это государственная. То есть это финансирование, это модернизация службы, да. Это выделение огромных средств на антиретровирусные препараты, которые тормозят развитие заболевания, да. Это выделение средств на диагностику, это вот информирование граждан, понимаете. Это проекты, которые вот реализуются, и мы считаем, что они дают уже свои положительные, так сказать, сдвиги, да. У нас уже нет такого роста, какой был в начале, так сказать, когда критическая вообще регистрация была по несколько тысяч, по 9 тысяч в год случаев заболевания, да. То есть вот приблизительно последние как раз три года, да, стабилизация, и даже, ну, у нас были надежды, что даже снижение, ну, скажем, снижения сильно нет, но стабилизация уже прослеживается однозначно, то есть роста нет. И к сильным сторонам работы, организации работы в Самарской области я бы отнес, конечно, межведомственные и межсекторальные взаимодействия. Здесь и деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, которые работают с наиболее уязвимыми группами, в том числе с потребляющими наркотиками, с секс-работницами, активно привлекая их к тестированию, потому что распространенность ВИЧ-инфекции в этих группах, конечно, очень велика. И тестирование и лечение позволяет, снижая вирусную нагрузку, опосредованно в дальнейшем тормозить и развитие эпидемии. Распространение вируса. Да, распространение эпидемии. То есть она уже не так вот как бы... И взаимодействие с системой образования, оно, ну, скажем так, по нарастающей идет, хотя, конечно, там еще очень много работы остается в плане информировано. А взаимодействие с ЗАГСами уникальный, Самарский, по сути дела, проект под обрачным... С профсоюзами уже у нас, да, налаживаются, так сказать, тоже связи. Ответ на социальные болезни, он должен быть вот таким межведомственным, межсекторальным. Иначе это не проблема, не проблема одного здравоохранения. Конечно. Ну и в завершении, может быть, мы говорили с вами о том, что много известных имен, люди, которые погибли от этого заболевания. Но есть и другие примеры. Наверное, один из таких самых известных звезд является Мэджик Джонсон, который уже 20 лет живет со СПИД. И он появляется во всех программах о здоровье, о спорте. Ну, правда, говорят, что в силу его большого капитала он применяет экспериментальные лекарства. Ну, а я хочу спросить вообще о лекарственной терапии. Насколько она прогрессирует? Все-таки, как вы думаете, в конечном-то итоге изобретут вакцину? Есть пример очень, да, такой, показательный, мы о нем говорим. У нас пациент номер один жив, между прочим, до сих пор. С 89-го года он состоит на учете у нас в спеццентре. Вот, сегодня 16-й год, значит, 27 лет практически. 27 лет. Еще больше. Да, еще больше. Единственное, что он, конечно, не открыто говорит, он не говорит открыто. Но он привержен, он постоянно под наблюдением, он принимает сейчас антиретровирусные препараты. И его состояние здоровья вполне удовлетворительное. Он продолжает жить спокойной, качественной жизнью. Это вот пример того, что не только там по 20 лет живут. Здесь тоже живут. Я лично знаю достаточно большое количество людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. И их состояние не то, что не ухудшается, а они совершенно уверенно говорят о том, что они сейчас себя, во-первых, чувствуют нормально, а во-вторых, чувствуют себя намного лучше того момента, когда годы, либо десятилетия назад им был впервые поставлен диагноз. Поэтому, я бы сказал, здесь разница не в капиталах. Другой вопрос, что в силу ряда причин, в том числе осуществленных здесь, ну, наши люди, живущие с ВИЧ, наверное, не пойдут на телевидение хвастаться. Такие люди есть, они себя нормально чувствуют годами и десятилетиями. А есть все-таки предпосылки, что вакцину-то изобретут? Уже столько сообщений было, что вот-вот-вот, все-вот появилось. Вот смотрите, это сложный вопрос. Ну, а смотрите, возьмем чего-нибудь, что есть у многих, чего никто не боится. Например, гипертоническую болезнь. Ну и что? Изобрели от нее вакцину или таблетку волшебную? Или нефициальную таблетку какую-то, да. Но почему-то все совершенно... И люди видят прогресс, и люди в меньшей степени умирают от заболевания сердечно-сосудистой системы. То есть все идет своим чередом, это совершенно нормально. У нас очень мало какие болезни поддаются излечению. Но это совершенно не значит, что эти болезни нельзя эффективно лечить. А сахарный диабет, разве не произошла революция в нем? А что, он излечивает себя одним уколом? Нет, но он прекрасно лечится. А практически большинство болезней печени и почек, какая из них излечивается? Я вот сейчас вот... Никакая. Я спрошу вас в обратную сторону. А от чего существует такая вакцина, которую люди хотели получить от ВИЧ-инфекции? И вы, наверное, затруднитесь ответить. Правда ли это? Ну, думаю, что да. Поэтому ее нет ни от чего. Нет ни от чего. Да, как бы не можно уповать на нее. В том числе и от ВИЧ-инфекции. Ну, вы совершенно правы. И я думаю, что это такое логическое завершение нашего сегодняшнего разговора, что, несмотря на отсутствие вакцины, медицина вооружена. Но можно я скажу, что это не значит, что все-таки быть бесшабашным, да, и к этому перейти. То есть просто контроль и еще раз контроль и внимание. Итак, День памяти жертв спит. Это, в общем-то, еще одна возможность продемонстрировать готовность и желание противостоять дальнейшему распространению эпидемии. Это напоминание всем о том, что никто не застрахован от трагедии ВИЧ-инфекции. Это возможность показать всем реальную близость опасности и объяснить каждому, как этого избежать. Спасибо огромное за участие в программе. Живите безопасно. До свидания. До свидания.